Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, уважаемые друзья, дамы и господа. Итак, в 20-м столетии государства по обе стороны железного занавеса, особенно начиная с 50-х годов, как страны развитого, как говорили тогда, тоталитаризма, так и те страны, которые считали себя оплотом свободы и демократии, стали активно интересоваться возможностями целенаправленной модификации человеческого поведения. Ученые Европы и Соединенных Штатов Америки проводили многочисленные эксперименты по контролю сознания или промыванию мозгов. Собственно говоря, сам термин промывания мозгов, brainwashing, он и возник в Соединенных Штатах и уже оттуда стал калькироваться на другие языки, в частности на русский. Из этих исследователей кто-то занимался данными вопросами при прямом или косвенном участии и финансировании специальных служб, кто-то же, исходя из собственных научных интересов, разрабатывал идеи и методы, которые уже позднее вошли в арсенал спецслужб, пропаганды и, я думаю, неудивительно, с учетом нынешних обстоятельств маркетинга. В такого рода экспериментов зачастую применялись довольно радикальные средства, некоторые из которых в настоящее время в рамках гуманистической науки признаны некорректными или неэтичными, либо от них и вовсе отказались. При этом, что особенно интересно, ученые обращались не только к стандартным темам, связанным с функционированием человеческой психики, сферы сознания и бессознательного, но и к тем феноменам, которые обычно относятся к сфере религии, мистицизму и даже демонологии. Одним из примеров подобного рода исследований был наш сегодняшний герой, британский психиатр Уильям Саргант. Родился он в 1907 году, земной путь свой окончил в 1988 году. Саргант обучался в медицине в колледже Святого Иоанна в Кембридже. В годы Второй мировой войны он работал в службе скорой медицинской помощи, а в 1948 году возглавил департамент психологической помощи в больнице Святого Фомы. Для сведения, это одна из старейших лечебниц города Лондона. Позднее Саргант занялся собственной частной практикой и выступал экспертом в средствах массовой информации. Ему принадлежит множество научных и публицистических статей. Кроме того, он был соавтором учебника по физическим методам психиатрии. Этот учебник в Британии выдержал минимум пять изданий. Википедия именует его ни много ни мало ведущей силой в британской психиатрии в послевоенные годы. Однако, поскольку Саргант не признавал традиционные психотерапевтические методы лечения и был сторонником радикальных методов, таких, например, как психохирургия, лечение глубоким сном, электрошоковая терапия или искусственная инсулиновая кома, имя его у современников особо не в части. В последние годы стала появляться информация, что эксперименты, которые Саргант проводил в больнице Святого Фомы, в частности, по лечению глубоким сном, были частью пресловутого, ну или для кого-то легендарного проекта МК «Ультра», который финансировался Центральным разведывательным управлением США и который как раз и был направлен на поиски методов промывания мозгов. Доподлинно известно, что доктор Юэн Кэмерон, который работал в рамках МК «Ультра» в Канаде, регулярно консультировался с Саргантом и последний в одном из своих писем ему недвусмысленно заявил, цитата, «Чтобы вы не придумали в этой сфере, я подумал об этом первым». Конец цитаты. Кроме того, известно, что сам Саргант был консультантом британской спецслужбы МИ-5. Но самое главное, Перу Сарганта принадлежат две книги, чьи заголовки говорят сами за себя. Первая, выпущенная в 1957 году, называется «Битва за разум. Физиология религиозного обращения и промывание мозгов». Вторая, одержимый разум. Физиология одержимости, мистицизма и исцеления веры. 1973 год. В ходе подготовки этих книг Саргант сотрудничал с такими людьми, как, например, Олдерс Хаксли и Роберт Грейвс. Последний, кстати говоря, даже написал отдельную главу для его первой книги, которая называется «Промывание мозгов в древности». Кроме того, Саргант обращается к разнообразным историческим свидетельствам, а также к изучению аналогичных феноменов, которые существуют в настоящее время в Африке, в Азии и обеих Америках. Многие из этих феноменов Саргант исследовал лично. Так, существенная часть второй его книги посвящена результатам исследований многочисленных культов от гаитянского вуду до американских христиан-ревоевалистов, знаменитых тем, что на пике религиозного экстаза берут в руки и даже целуют ядовитых змей. Уже в первой книге Саргант обращает внимание на актуальность изучения религиозных феноменов древности. Цитата. До сих пор методы религиозного обращения рассматривались больше с психологической и метафизической точек зрения, чем в контексте его психофизиологического механизма. Но используемые методы часто настолько близки к современным политическим методам промывания мозгов и управления мышления, что каждый из этих феноменов проливает свет на механизмы другого. «Внезапное религиозное обращение имеет то общее с политическим обращением, что человек или группа людей могут принять новые убеждения или модели поведения в результате озарения внезапно и с большой интенсивностью вспыхнувшую в уме, зачастую после периода сильного эмоционального стресса». Конец цитаты. Отворовной точкой в подобного рода размышлениях Сарганта стала его собственная деятельность по реабилитации военнослужащих, которые страдали от посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, связанного с участием в боевых действиях в отгремевшей мировой войне. Уже тогда проявилась склонность Сарганта к радикальным методам, поскольку для борьбы с ПТСР он использовал метод так называемой абреакции или отреагирования, когда пациент заново и сознательно должен был пережить травмировавшие его события. Метод этот был впервые разработан в рамках психоанализа, однако сам Фрейд впоследствии от него отказался. Саргант же, напротив, его не только взял на вооружение, но и в известном смысле довел до совершенства. Для осуществления абреакции Саргант использовал психоактивные медицинские вещества, но главным было доведение пациента до предельного эмоционального накала. Сам Саргант писал, «Мы вводили препарат внутривенный или давали пациенту эфир в маске. Затем в его расторможенном препаратами состоянии мы давали ему снова оказаться в ситуации ужаса и стресса, которые его так беспокоили. Когда при нем отрывало голову ему лучшему другу, или он горел в танке, или его заживо засыпало при взрыве снаряда, он возвращался назад в данную ситуацию и переживал все это еще раз. В случае успеха это должно было вызвать мощное нервное возбуждение с сильнейшими вспышками эмоций». Во мере того, как дорастало крещен до возбуждения пациента, он мог внезапно потерять сознание и рухнуть без чувств, словно мертвый. Это был эмоциональный коллапс, вызванный возбуждением во время абреакции. После того, как пациент приходил в себя, он мог рыдаться или качать головой и улыбаться, а затем приходил к осознанию, что страхи и навязчивые переживания покинули его, что его разум функционирует снова как обычно, что он чувствует себя больше похожим на себя прежде, что воспоминания, которые его преследовали и пугали, теперь воспринимаются без страха или беспокойства. Это могло случиться после нескольких недель или даже месяцев болезней и неудачи других методов лечения. Но такое происходило только при действительно интенсивном абреактивном опыте, когда имела место фаза коллапса, который, вероятно, и производил такое резкое облегчение симптоматики. Конец цитаты. Подчеркну, что Сарганд особенно Акс настаивал именно на актуальном переживании, на проживании травматической ситуации. Она должна была не просто вербализоваться и анализироваться, как в большинстве современных направлений психотерапии, но проживаться в самом прямом и непосредственном смысле этого слова, максимально возможной степени. И ключом к этому переживанию, проживанию, служат эмоции. Кроме того, Сарганд заметил интересный эффект. Цитата. Не всегда повторное переживание конкретных травмирующих инцидентов в прошлом приводит к положительному эффекту, но высвобождение тем или иным методом состояния действительно сильного эмоционального возбуждения на основе гнева или страха. Эти состояния могут быть созданы вокруг сравнительно мелких и незначительных происшествий, а иногда высвобождение мощного гнева или страха можно было эффективно вызвать инцидентами, которые были полностью вымышлены и никогда с пациентом вообще не случались. И такие отреагирования воображаемых событий могут иметь исключительно положительные эффекты. Конец цитаты. Обратите внимание, две эмоции – гнев и страх. Мы обнаружили, что две эмоции, пробуждение которых наиболее эффективно позволяет разрушать недавно внедренные паттерны поведения и мысли – это чувство великого гнева и агрессии, либо же сильный страх и беспокойство. Конец цитаты. Уже тогда Сарганд начинает задумываться о том, что методика, которую он применяет своим пациентам, заметно похожая на методики, которые люди использовали тысячелетия назад и во всем мире в своих отношениях с аномальным, не только в плане исцеления психических недугов, но и в отношении сверхнормальных или сверхъестественных сил – богов, духов и демонов. А симптоматика его пациентов находила сходство с проявлениями таких религиозных феноменов, как мистический экстаз и одержимость. В это время Сарганд открывает для себя опыт Джона Уэсли, английского богослова и проповедника 17-го столетия. Цитата. «Я увидел отчеты об обреактивных событиях, приводящих к состояниям внезападного религиозного обращения, которые были поразительны, похожи на реакции, которые мы видели у пациентов, проходящих лечение лекарственными препаратами. Уэсли был могущественный и эмоциональный проповедник. Важной частью его проповеди было стремление, чтобы аудитория ярко представила в своем разуме вечность мучительных страданий в адском пламени, которые ждали их, если они искренне не покаятся и не решат вести иную жизнь. Некоторые из тех, кто слышал его проповеди, были охвачены ужасом и поражены в самое сердце. На них, по словам Уэсли, снизошла сила Божия. Они стонали и кричали, корчились, дрожали, обливались потом, бились в душевной агонии, некоторые по несколько часов к ряду, пока не падали без чувств. Затем они приходили в себя с глубоким чувством освобождения и перемены. Они говорили, что их старый греховный образ жизни неким образом утратил над ними свою власть, что теперь они увидели все в совершенно новом свете и были готовы вести новую жизнь, принимать ценности и стандарты совершенно отличные и даже диаметрально противоположные от тех, что имели до этого. Мало того, их странный образ мышления был настолько сильно нарушен, «Разум стал гораздо более открыт для внушения и принятия новых убеждений». Конец цитаты. В итоге Саргант приходит к выводу, что, цитирую, «одни и те же явления очень по-разному объясняются в разном интеллектуальном климате. Подобные явления в течение сотен лет считались в Европе и до сих пор считаются во многих обществах одержимостью духа или демонической одержимостью, проникновением в разум и тело человека какого-то сверхъестественного существа, которым управляет. Сам Уэсли объяснял происходящее вмешательством святого духа. Иногда же последствия его проповеди были настолько причудливыми и тревожными, что он думал, будто сам дьявол мог приложить к ним руку». Что интересно, сам Уэсли был особенно склонен приписывать некоторые дела дьяволу. В итоге данный факт помог возродить в Британии в XVIII веке угасшую было веру в личного дьявола. Ключом к пониманию психофизиологического механизма данного явления для Сарганта стало знакомство с работами нашего соотечественника, знаменитого физиолога Ивана Петровича Павлова. Цитирую. «Его работа, в смысле Павлова, наиболее приемлемо объясняет то, что происходило с нервной системой человека при самых суровых стрессах современной войны, стрессах настолько великих, что они редко имеют место в мирное время и могут, в конце концов, привести к резкому и полному разрушению даже самой нормальной нервной системы. Такие стрессы возникают в мирное время только в специально созданных ситуациях». Это он намекает на свои опыты. «Или при катастрофах, таких как аварии поездов и самолетов, или иногда, конечно, при тяжелых бедствиях личного характера, или после очень длительных периодов стресса, который может иметь разрушительные и ужасные и конечные последствия для человека». «Минувшая история показывает, как часто человек создавал для себя воображаемые ужасы, такие как горение в вечном адском огне, которые могут доминировать над его воображением и навребить ему так же сильно, как и более оправданный на войне страх быть сожженным за ожог в танке». Конец цитаты. Саргант обращается к учению Павлова о так называемом запредельном торможении. «Когда при очень больших стрессах нервная система человека максимально перегружена и крайне истощена, тогда мозг прибегает к единственному средству, которое у него осталось, чтобы свести ущерб к минимуму. В таких случаях работа нервной системы обретает аномальный характер и в какой-то момент может просто выключиться». Саргант вслед за Павловым описывает три фазы аномальной работы мозга, которые следуют друг за другом и способны объяснить те или иные проявления таких феноменов, как одержимость, мистический экстаз или внезапное религиозное обращение. Первая стадия получила название «эквивалентной». В рамках данной стадии все стимулы, которые, какой бы силой они ни обладали, дают одинаковый по силе конечный результат. Например, когда человек истощен болезнью, тяжелой работой или стрессом, он может в равной мере одинаково эмоционально реагировать на какие-то серьезные события или на тривиальные происшествия. Далее идет фарадоксальная фаза, когда слабые и ранее неэффективные стимулы могут вызывать гораздо более выраженные ответы, чем те стимулы, которые являются привычными либо сильными. И такое поведение, на первый взгляд, кажется совершенно рациональным, причем иррациональным, причем не только внешнему наблюдателю, но и самому пациенту. Наконец, ультрапарадоксальная фаза, когда положительные реакции внезапно начинают переключаться на отрицательные, а отрицательные на положительные. Фактически поведение человека становится прямо противоположным всему тому, как он раньше себя вел. Иными словами, происходит многоменное переключение от любви к ненависти и наоборот. Кроме того, в рамках такой аномальной активности у человека может иметь место так называемая гипноидная стадия, которая характеризуется значительным увеличением внушаемости. В этой гипноидной фазе люди становятся открытыми для некритического восприятия мыслей и паттернов поведения, которые присутствуют в их окружении. Тех самых паттернов и мыслей, которые в обычных условиях не повлияли бы на данного человека ни эмоционально, ни интеллектуально. Цитата. Гипноидные, парадоксальные и ультрапарадоксальные состояния мозговой активности также могут вызывать расщепление потока сознания. Так что определенные мысли, воспоминания или модели поведения, внедренные в мозг, каким-то образом становятся изолированными и полностью отделенными от основного потока сознания, памяти и поведения. Финальная фаза – коллапс, когда мозг вновь превращается в чистый лист в отношении недавних событий. В примитивных племенных ритуалах это часто называют малой смертью, которая предшествует возрождению к новой жизни. Конец цитаты. И тут я хотел бы, помимо всего прочего, призвать участников вспомнить, что символическое переживание смерти и последующего воскресения являются центральным мотивом ритуала инициации. Далее. В гипноидном состоянии люди могут выказывать необычайные способности, которые не характерны для прежней личности. Они могут действовать или выдавать себя за другое лицо, создавать произведения искусства или музыку со степенью мастерства, которая обычно им недоступна. Они также могут быть уверены, что находятся в контакте с божественными силами или с духами мертвых, и что они удостоены особых переживаний, недоступных другим. Как отмечает Саргант, примеры можно найти в месмерической, гипнотической, спиритуалистической, религиозной литературе, а также в аналог психических исследований. И, внимание, цитата, имя им легион. Это дословная цитата. Кроме того, особенно интересно в контексте исследований феномена ассоциации, что субъекты, которые находятся в состоянии аномальной мозговой активности, также путешествовали по космосу в огромных воображаемых путешествиях. И, как отмечает Саргант, месмерические, в кавычках, исследования космоса были в моде еще в начале XIX века. В крайнем случае упомянутое расщепление сознания, его диссоциация может привести к ощущению присутствия в человеке двух и даже более личностей или существ, что является самым распространенным симптомом одержимости, будь тут демон или, например, дух спиритуализма, равно как и мистического экстаза в слиянии с божеством. Так, например, отец Сурен, который был отправлен на борьбу с демонами в Луденский монастырь во время знаменитой эпидемии одержимости, которая разразилась там в XVIII веке и который там, в конце концов, хотя и на время, стал одержимым, писал, цитата, «Я сражался с четырьмя самыми могущественными и злыми дьяволами в аду. Как минимум три с половиной месяца я ни разу не обходился без воздействия на себя дьявола. Я не могу вам объяснить, что происходит во мне в это время и как этот дух соединяется с моим, не лишая меня осознания или свободы души, тем не менее, делая себя похожим на другого меня. И как если бы у меня были две души, одна из которых лишена своего тела и не может пользоваться своим телом и его органами и стоит в стороне, наблюдая за действиями другого, вошедшего в меня. Два духа сражаются на одном и том же поле, которое есть тело, а душа как бы разделена. Одна из ее частей подвержена дьявольским впечатлениям, а другая – тем движениям, которые присущи ей самой или дарованы Богом». Но что интересно, еще за несколько столетий до этого в 12 веке знаменитый суфий Аль-Газали писал, что находясь в состоянии, которое он называет цитата «опьянением, в котором его разум, в которой рухнул его разум, он чувствует себя полностью одержимым Богом». И он написал такие стихи. «Я тот, кого я желаю, и тот, кого я желаю, есть я. Мы две души, живущие в одном теле». Обратите внимание, описание феномена одно и то же, а какая разная этическая и религиозная интерпретация. Интересно, что новая личность может чисто физически выражать себя иначе, чем та, которой она пришла на смену. Например, меняется голос, лицо, обретаются невиданные ранее силы. Об одной из монахинь того самого Луденского монастыря сообщалось, ее лицо стало совершенно неузнаваемым, у нее яростный взгляд. Монсеньер пожелал увидеть, как появятся все бесы этой девушки, и экзорцист заставил их одного за другим явиться в ее лице. Все они делали его крайне отвратительным, но каждый из них вызывал разные искажения. А об одержимом юноше 19 века сохранились такой отчет. «Одержимый спустил ужасный крик. Нам казалось, что мы больше не слышим человеческий голос, но голос дикого зверя и такой мощный, что завывание, иначе это не назовешь, были слышны на расстоянии нескольких сот метров от монастырской часовни, и те, кто их слышал, были охвачены страхом». Конец цитаты. Саргант был убежден, что старинный метод лечения одержимых и избавления их от вторгшихся в них нежелательных сущностей следует той же самой схеме, что его методика по лечению военного невроза. Одержимый пациент доводится до состояния нистого эмоционального возбуждения, в котором он выражает сильный гнев и страх, и это очень часто приводит к коллапсу, за которым может следовать чувство спокойствия и освобождения от демона, который мучил его. И, что интересно, Саргант приводит самый известный, пожалуй, знаменитый пример экзорцизма, взятый из Евангелия от Марка. И привели его к нему, в смысле, к Иисусу Христу. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И Иисус запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И вот, нам из Библии основными элементами являются неистовое возбуждение и конвульсии, командный голос экзорциста, приказывающий демону покинуть свою жертву, коллапс и последующее выздоровление. В итоге Саргант приходит к выводу, что, цитирую, «состояние предполагаемой одержимости, вероятно, сопровождали человечество всегда и определенно остаются с ним до сих пор. Одержимость, намеренно привнесенная, давала человеческому существу наиболее прямой и непосредственный опыт божества, позволяя стать его живым сосудом и давая ему возможность выступать как канал коммуникации между богами и духами и их последователями на Земле. Используя определенной техники, он, то есть человек, может почувствовать реальное присутствие бога, духа или дьявола внутри себя, почувствовать, что он является частью хорошего или плохого обладающего им духа, или что дух внезапно стал частью его самого. Когда происходят такие парадоксальные или ультрапарадоксальные фазы мозговой активности, человеку становится чрезвычайно трудно, а на это и совершенно невозможно объяснить на обычном языке то, что он пережил. Его описание может стать столь же парадоксальным, как активность его мозга. Он использует парадоксальные фразы, такие как яркая тьма или белая тьма, или говорит о чувстве боли без боли или страха без страха. Описание мистического опыта такого рода позволяет предположить, что мозг на самом деле функционирует в высшей степени аномально, и что заинтересованный человек пытается описать аномальное состояние парадоксальной мозговой активности. Эти ощущения очень часто трудно описать просто потому, что они не соответствуют нормальной реальности, которую обычно испытывают в прочее время. Таким, тем самым, именно в особом состоянии сознания, особом режиме функционирования человеческой психологии с точки зрения Сарганта можно найти ключи к пониманию того глубокого символизма, который пронизывает древние религиозные и мистические традиции. И заканчивая буквально последняя цитата. Изучение состояния одержимости предполагает, что функция мозга человека почти не изменилась, если вообще изменилась за тысячи лет. О том же самом явлении говорили в высоких цивилизациях и в примитивных обществах, говорили в далеком прошлом и говорят по сей день. Искусство доисторических охотничьих народов Европы включает изображение танцоров людей, одетых в костюмы животных. Ритмичные танцы и прыжки являются одним из основных методов возбуждения состояния экстаза, в которых человек чувствует себя захваченным силой, силой или сущностью более великой, чем он сам. Танцор, одетый как животный, имитирующий характерные движения и звуки животного, задействует все свои умственные и эмоциональные ресурсы с интенсивной концентрацией для того, чтобы притвориться животным. И он может почувствовать, что он действительно является им. Он также может ощущать себя сверхъестественным существом, Богом или Духом, поскольку в конце концов находится в сверхъестественном состоянии ума, заметно отличающимся от его обычного повседневного состояния. Таким образом, подводя итог сказанному, можно сказать, что Уильям Саргант на основе собственных исследований, данных современной ему биологии, обращения к различным священным традициям, предлагает свою модель психофизиологического механизма, который, по его мнению, лежит в основе таких феноменов, как одержимость, религиозный экстаз или религиозное обращение. Модель Сарганта позволяет не только дать объяснение данным феноменам, но и выработать практические механизмы достижения, или наоборот, прерывание аномальной психофизиологической активности, с которой связано особое мистическое состояние сознания. Кроме того, модель Сарганта может быть приложима и к другим феноменам, исследованием которых занимается религиоведение. Таким, например, как феномен оборотничества или ликонтропии, отдельных аспектов шаманизма, в частности, шаманского путешествия, а также феномена инициации в целом. Спасибо за внимание. Пожалуйста, у кого есть вопрос? Правильно ли я понимаю, что концепцию промывания мозгов вы рассматриваете как рабочую концепцию в современной психологии религии? Во-первых, нет, не существует единой концепции промывания мозгов, и доклад мой, собственно говоря, не об этом. Что касается смысла вашего вопроса, то я говорю о том, что модель, которую Сарганта использовал, в том числе в рамках своих опытов, но не только в рамках своих опытов по промыванию мозгов, но также изучая, собственно говоря, феномены одержимости, экстаза и прочего, может быть применена к исследованиям религиозных феноменов. Промывание мозгов существует или нет? Это принципиальный вопрос. Если он это использовал, то тогда в таком случае это рабочая модель. А вы покупаете вещи, которые отрекламировали там по телевизору и в интернете? Ведь вам промывают мозги. А это риторическая фигура. Я все это... Собственно, ваш вопрос тоже риторический. Нет. Пример промывания мозгов в той или иной степени повседнеет. Подождите. Концепция промывания мозгов сейчас чрезвычайно сильно раскритикована и считается абсолютно нерабочей в современной психологии религии. Обратитесь хотя бы к работам Джеймса Льюиса, известного американского религиоведа и специалиста по новым религиозным движениям. Мало того, в российском секту ведения эта тема чрезвычайно сильно дебатируется. На эту тему написано огромное количество статей и работ. Там много копий сломано. Эта концепция в принципе нерабочая. Сломано много копий или она уже однозначно неработана? Не работает. Именно не работает. Если копии ломают, значит, что-то работает. Нет, там... Если за город сражаются, город жив. Ломают их по одной простой причине. Православные секта веда считают, что это существующая вещь. То есть, чтобы мозги действительно где-то кому-то промывают. Это далеко не все. Но это... Опять же, вы как бы сводите концепцию промывания мозгов, сводите вместе концепцию промывания мозгов и религиозные феномены. Я вам в самом начале сказал, что концепция промывания мозгов это как бы очень красивый термин, но концепция очень размытая. А другое дело, как я еще раз подчеркнул, что механизмы, которые исследовал Сарган, которые в том числе могут быть использованы для промывания мозгов, и та схема, которую он на основе этого выдвинул, вполне приложима к религиозным феноменам. Возникает вопрос в корректности исследования. Насколько это исследование научно-корректно? Вот в этом проблема. В данном случае, как бы, я... Опять же, вы подменяете меня и Сарганта, как бы, видимо, отождествляя, как бы, некоторым образом. Я рассказываю о своем модели. Вот. Поэтому, как бы, в данном случае нужно обратиться к его научным работам, помимо тех двух книг, которые в известной степени отдают публицистику. Вы очень хороший рассказчик, поэтому получается, что я вынужден был о том, Спасибо, как бы, это очень приятно, как бы, слышать, да, что я хороший рассказчик. А я, как бы, да, поставил своей целью сделать обозрение двух его работ. Я вам обозначил те годы, в которых она выходила. Я никоим образом не рассматривал его специфические психиатрические работы, вышедшие в профильных изданиях. Вот. Я акцентировал внимание на том, что сейчас имя Сарганта в известной степени забыто. Хотя, опять же, забыто оно не потому, что его концепции однозначно признаны нерабочими, а потому, что Саргант, как бы, был жестким сторонником таких жестких методов, которые в настоящее время в связи с общей как бы гуманизацией, что ли, медицины и тем более психологии, вот, они очень мало используются. Более того, как бы, можно предположить, что современная психология в той или иной степени отвечает Сарганту взаимностью. Саргант, как я уже говорил, презирал психотерапию во всех ее проявлениях. Для него должен был быть такой вот жесткач, прошу прощения из-за этого выражения, приемлемой формой которого для него служила абреакция и, как бы, сходные методы. А можно один вопрос последний? Елена Васильевна, пускай это последний доклад уже, я думаю, можно чуть-чуть. Я очень коротко буду, я только вот хотела бы вообще по процессуальности, да, потому что мне не совсем понятно, что такое критерий научности сейчас с точки зрения физики Ньютона, квантовая физика это ересь. Но вот по процессуальным вот этой вот модели, которую вы разобрали, я не совсем поняла, как он приводил их к обострению. То есть, это было через, происходило через разговор, через образ или через движение. Вот это вообще очень важно, да, то есть, как он вызывал обострение? Вот конкретно, если мы берем Сарганта, как бы, его методику абреакции, которую он наследовал от Фрейда, он вводил человек, позволял человеку отреагировать, именно в начале, как бы, он растормаживался различными медикаментами, как бы. Да, медикаментами, но не словами, не только словами. Медикаменты, они были, условно говоря, технической вещью, как бы. Дальше, насколько я понимаю, он, скажем так, словесно вводил, как бы, возвращал его в его памяти к переживанию вот этого травмирующего события. Когда вы ответили, вот медикаменты, это... Не о том, что, вы знаете, как мы психологом работаем, допустим, то есть он задает мне вопросы там, я, как бы, отвечаю на них, анализирую их, даю ему обратную реакцию и прочее, прочее. Это он отрицал, как бы. Его задача, там, во мне вызвать вот этот вот гнев, страх уже, чтобы меня начало трясти, как бы. То есть я не должен ему отвечать. Сильно неравновесное состояние. А можно тогда еще один вопрос, точно уже последний. Последнее китайское предупреждение. Да, хорошо. А есть ли какая-нибудь информация о последствиях его лечения, его метода? То есть кто-либо, на кого он проводил, подавали на него в суд, жаловались или как-то? Или, наоборот, в прошедшем какое-то время они писали, что вот, да, действительно, он меня избавил от травмы. Вот какие-то такие вот пост-тужерены. А, да, действительно. Как бы. Те жесткие методы, как бы, которые он применял, как бы, в посредствии ряд его пациентов так или иначе высказывали жалобы на него о том, что его методы, но скорее жалобы были связаны с тем, что его методы чрезвычайно болезненны. Вот. Что они, как бы, вот повторяя этот негативный опыт, они не освобождают от него, а наоборот, его наслаивают, как бы. И в этом смысле, опять же, речь идет скорее там об этике, о гуманизме подобного рода методики. Сам же он в своих книгах как бы настаивает на том, что его методики, пусть и очень жесткие, они приводили к выздоровлению пациентов, которые недели и месяцы не могли быть излечены другими средствами. То есть фактически он как бы изгонял демонов. Субтитры создавал DimaTorzok